Доброе утро, уважаемые коллеги. Меня зовут Максим Шараев. Я работаю в Центре по анализу больших данных для задач инженерии и науки Скалтеха и в основном задачами нейровизуализации и применения искусственного интеллекта для научных и медицинских целей. И прежде всего я хотел бы поблагодарить организаторов конференции за приглашение сделать здесь доклад. Спасибо большое. Тема нашего с коллегами доклада сегодня – можем ли мы доверять искусственному интеллекту и технологиям, основанным на нем в клинике? Что включает в себя это понятие «доверять искусственному интеллекту» и насколько надежен искусственный интеллект в различных аспектах клинических? Мы рассмотрим, какие тут существуют ключевые проблемы и некоторые подходы к их решению. В докладе будет в целом рассмотрена проблема доверия и надежности технологии искусственного интеллекта в такой учительной области, как медицина. И мы это проиллюстрируем на некоторых примерах из нашей рабочей практики, как теоретической, так и практической. Начнем с того, что общеизвестная организация, которая называется Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, или FDA, американская, публикует всегда статистику по количеству лицензированных медицинских изделий. И, как видно, суммарно их насчитывается около 27 тысяч на настоящий момент. И отмечу так, что согласно регламентирующим документам этой организации, программное обеспечение, собственно, которое нас будет интересовать с точки зрения искусственного интеллекта, также относится к медицинским приборам. С другой стороны, известно, что много работ ведется и публикуется по применению искусственного интеллекта в наук о жизни и медицине. И видно, что число таких работ выросло примерно в 20 раз за последние 10 лет. Отсюда можно предположить, что доля медицинских систем, основанных на искусственном интеллекте, в этой статистике должна стать уже значительной. Но это не так. Согласно свежему обзору за сентября этого года, вообще в этой базе существует только 64 решения, в которых упоминается искусственный интеллект или машинное обучение. А на самом деле из них только 29 реально основаны на искусственном интеллекте или машинном обучении, а в остальных это в основном упоминание просто для инфошума. И это так мало, всего 0,2%, даже меньше, и так мало средств, основанных на искусственном интеллекте, зарегистрировано в Штатах, я напомню, в которых есть высокотехнологичные компании, всем известные и так далее. И даже создана коллегами небольшая база для отслеживания основанных на искусственном интеллекте медицинских изделий, одобренных FDA. Их вот, собственно, так мало, что очень легко их туда добавлять. И касательно, например, нашей темы, то есть это нейровизуализации, что-то связанное с деятельностью мозга, там вообще единицы, по-моему, там один или два их проекта, которые основаны на искусственном интеллекте. Что в России, на этот счет думают? Тут цитата из свежего обзора трендов индустрии. Я считаю, что с успешными кейсами внедрения искусственного интеллекта в систему здравоохранения дела обстоят неважно, не только в России, но и в мире. Чему же разработчики медицинских и сервисов не могут повторить успех коллег в других индустриях? И общий ответ на этот вопрос – то, что разработка и внедрение приборов и программного обеспечения, основанных на искусственном интеллекте, не достигли так называемого индустриального уровня. Итак, мы знаем, что во многих сферах технологии искусственного интеллекта уже успешно работают, но в медицине это далеко не так. И есть много сложностей с внедрением этих технологий. И одна из главных проблем здесь – насколько мы, калиницисты, можем доверять этим технологиям. Итак, более подробно, о чем сегодня будет доклад. Мы рассмотрим, как разные шаги создания и внедрения таких систем в медицине влияют на их надежность, какие здесь существуют проблемы и как возможно их преодолеть. Я в первой части расскажу, собственно, о проблемах, касающихся использования медицинских данных и датасетов. Во второй части Евгений Владимирович Бурнаев расскажет о некоторых технологиях искусственного интеллекта, которые помогают преодолеть часть этих проблем. И завершит доклад Александр Владимирович Бернштейн рассказом о внедрении этих технологий в медицинскую практику, а также в целом о технологиях разработки подобных интеллектуальных систем. Ну, перед тем, как мы перейдем к детальному разбору всех сложностей, я вкратце напомню об основных медицинских задачах, которых полагаются на мощь искусственного интеллекта, а также о процессе разработки таких систем. Первый тип задач – это так называемая задача классификации или регрессии, когда нужно, например, поставить диагноз пациенту или сделать прогноз течения заболевания по каким-то данным, полученным от этого единичного пациента. Второй тип задач – это задача обнаружения, то есть по данным нужно локализовать какую-то область патологии или спланировать какую-то операцию. И третий тип задач – это более специфические задачи в каждой области медицины, это, например, задача семантической сегментации, реконструкции изображений, улучшение качества изображений, получение информации из этих изображений и так далее. И что здесь общего в этих типах задач? То, что в системе искусственного интеллекта даются данные одного конкретного пациента, и она делает на основании вывод, как это делает врач. То есть это вот общая такая вещь. Ну и, собственно, процесс выглядит следующим образом. Иллюстрация, что у нас есть медицинские системы поддержки принятия решений, которые получают данные одного нового пациента, который они не видели, и делают какое-то решение на основании данных. Мы применяем, например, диагностика, локализация эпилептогенных очагов на основе структурных МРТ-данных, когда система видит новые данные и делает свой прогноз. Ну и общая идея создания такой системы, вот она похожа на все такие системы, основанные на данных. И она выглядит следующим образом. У нас есть некая обучающая выборка. Мы применяем различные технологии искусственного интеллекта, строим предиктивную модель, и эта предиктивная модель не сама по себе, а внутри какой-то системы, может быть, правил, может быть, технической сложной реализации является частью вот этой общей системы поддержки принятия решений. Ну и, собственно, вот опять же, возвращаясь к нашему примеру, мы имеем набор размеченных структурных МРТ, на которых обучаем систему распознавать какие-то патологии или аномалии в данных, и она дальше имеет это сделать. Итак, когда, в каком случае, мы можем доверять такой системе? Что такое вообще надежность подобной системы искусственного интеллекта? Вот в целом, в среднем для системы искусственного интеллекта в английском языке есть такой термин Trustworthy AI, или искусственный интеллект, которому можно доверять. Ближе всего этот термин переводится, наверное, как надежный искусственный интеллект, и состоит из следующих основных понятий. Первое – это reliability, или достоверность, то есть это общая надежность алгоритма, проверенная на тестовых данных. Второе – это safety, безопасность, то есть решение искусственного интеллекта не причинит вреда пациенту. И здесь важно отметить, что эта безопасность проверена не только в выверенном эксперименте, но и в мерклинической практике, то есть и на протяжении всего жизненного цикла решений, основанных на искусственном интеллекте. Далее – security, или безопасность к попыткам взлома системы, то есть ее трудно обмануть, и ее качество работы не зависит от каких-то проблем во внешних условиях. Очень важна приватность, которая обеспечивается как во время разработки, это сбор данных или датасетов, так же и во время использования системы. Здесь очень важна анонимизация и строгое разграничение прав доступа. Ну и, естественно, очень важна юзабилити или удобство использования. В клинической среде это означает, что работать с таким системой и помощником не должна быть тяжелее, чем работать без нее. Но в медицине добавляются сюда еще несколько понятий, которые очень важны. Это прежде всего точность, равная или сравнимая с врачами или с клиницистами, то есть приемлемое качество медицинского решения. Если, например, какие-то системы искусственного интеллекта используются в бизнесе или промышленности, может быть, здесь не всегда важна точность, а важно, чтобы просто система приносила дополнительный доход или оптимизация от ее внедрения. Здесь это не так. Далее, рабастность. Система должна быть устойчива. Прежде всего, например, к каким-то шумам данных, к каким-то нерелевантным признакам пациента, например, пол или раса, если она не влияет на болезнь. Это должна быть устойчивость к различным нерелевантным симптомам, например, которые не влияют на исход прогноза. Система должна быть справедливой или честной, то есть она не выделяет какие-то конкретные случаи диагностики чаще или больше, чем другие, например, из-за смещенной обучающей выборки. Она обязательно должна быть прозрачно интерпретируемой. То есть клиницисты должны понимать, на основании чего система сделала то или иное решение. Поэтому какие-то сложные мат-модели, включая глубокое обучение, чаще всего не являются хорошим решением в медицинской практике. Цель доклада, собственно, выявить причины, почему нет этого тростоверия. Какая вообще существует общая оценка, общий подход к оценке этой надежности алгоритмов? Это идея в том, что нет, должно быть бинарной оценки, то есть система либо надежная, либо ненадежная. То есть есть тростоверия, нет тростоверия. Это деление системы на уровень достигнутой зрелости. То есть эта шкала была разработана еще давно НАСА и Департаментом обороны США. И состоит из множества частей, но из таких главных строительных блоков. Это исследование, разработка, демонстрация и внедрение системы. И касательно медицинских приборов, есть отдельные такие градации, которые начинаются с идеи исследования и доказательства концепции через несколько этапов доказательства безопасности и применимости системы финально к одобрению FDA. И уже постмаркетинговые какие-то исследования потом идут и наблюдение о том, как система работает в реальной практике. И какие-то сборы статистики и такой мета-анализ. И, зная такие градации, можно уже сделать вывод, где стоит использовать такую систему поддержки принятия медицинских решений, насколько стоит доверять ее решениям, когда это обязательно или не обязательно. И проблема в том, что фактически в клинике иногда делаются попытки использовать продукты на основе искусственного интеллекта с низким уровнем готовности технологий, что дискредитирует такую систему в медицине. Ну и несколько примеров из нашей практики, без каких-то подробностей технических, просто такие постановки задачи и как мы это делаем. Вот первый пример это мы делаем с Центром нейрохирургии имени Бурденко, и это проект, нацеленный на локализацию функциональных областей мозга для дохирургического планирования. То есть во время операции необходимо сохранять функционально значимые области, такие как ответственные за зрение, за речь, за движение и так далее. И у пациентов с какими-то структурными поражениями мозга эти области могут сильно отличаться от здоровых людей. И есть несколько способов существует дооперационного планирования, основанные на функциональной МРТ с задачами. И во время операции эти области можно подтвердить уже очень точно на основе прямой стимуляции коры. Мы получаем истинную локализацию этих нужных нам областей. И, собственно, да, это первый пример. И второй пример это проект, нацеленный на локализацию эпилептогенных участков, собственно, коры тоже, на основе структурной МРТ. И этот проект делается с двумя центрами. Значит, центр акушерства и гинекологии имени Кулакова и центр хирургии имени Пирогова. Фармакорезистентной эпилепсии, которая не поддается лечению лекарств, операция бывает зачастую единственным способом как-то облегчить жизнь пациента. Для того, чтобы операция была успешной, необходимо эту область, ответственную за возникновение приставов, локализовать. И проблема здесь в том, что по МРТ данным это сделать довольно сложно. Зачастую требуется много времени даже опытным рентгенологам. Нужно еще подтверждение от разных других модальностей. А неопытный рентгенолог может пропустить такую область. Поэтому если создать систему поддержки врача, которая сможет ему подсказывать, на какие области в первую очередь обратить время, это в первую очередь сократит трудозатраты для опытных специалистов и может теоретически поднять качество для неопытных. Ну и вот в такой системе для того, чтобы ее создать, нужно много размеченных профессионалами данных, как и в предыдущем случае. Поэтому это такие классические системы, которые могут быть основаны на данных. И мы сделали некий прототип, то есть анализ этого концепта, который в первом случае тестируется сейчас в центре Бурденко на различных заболеваниях, но в первую очередь на глиальных опытех, для операции планирования при глиальных опытех. И второй пример, который мы сделали, он тестируется в двух центрах на нескольких возрастных группах и на различных протоколах исследований. Однако для обоих этих концептов не показана безопасность работы в различных условиях, не показана применимость для всех там групп и необходимо дополнительное тестирование, чтобы поднять уровень готовности технологии. То есть мы сейчас предполагаем, что это ТРЛ или уровень готовности технологии третий, чтобы перейти на следующий уровень, необходимо провести много работы. Вот, собственно, иллюстрация того, как, в принципе, можно такими системами оценки технологий пользоваться. Ну, теперь перейдем более подробно к схеме разработки и внедрения подобной системы. Начинается она со сбора данных и аннотации этих данных, после чего идет интенсивная работа по выделению признаков, информативных отбора признаков, тренировке моделей. Это все стадия развития технологий. Здесь могут использоваться различные этапы предобработки данных, анализы какого-то предварительного. Дальше идет внедрение на реальных уже данных и тестирование. Вот мы в первую очередь остановимся на первых двух этих фазах разработки. И что здесь важно подчеркнуть, что критически важны здесь данные на каждом этапе, как сбор данных, аннотация, тестирование на реальном мире, и потом тест уже в клинической практике. Теперь давайте подробнее посмотрим, что может пойти не так на каждом этапе и почему система может быть уязвима на каждом из этих этапов. Ну, начинаем вот мы с сбора данных. В первую очередь это, как я уже говорил, большое количество шумов в данных. Это могут быть шумы, связанные с физиологией, с оборудованием и так далее. Ну и, как пример, здесь МРТ-данные крайне чувствительны к движению, например, к движению головы или дыханию. И даже небольшое движение пациента во время сканирования может привести к неправильной диагностике. Дальше. Экосистема здравоохранения междисциплинарна. В ней есть как технический, так и нетехнический персонал, работа которого направлена в клинике на одного пациента всегда. То есть приходит один пациент, с него собираются данные для какого-то одного конкретного исследования. Поэтому в среднем отсутствуют какие-то гайдлайны и предписания о том, как собирать данные, чтобы можно было их потом легко использовать для каких-то обучения интеллектуальных систем. Ну и пример здесь одного МРТ-изображения, которое в клинике вполне может использоваться. То есть стрелочками здесь показаны некие артефакты, возникшие из-за движения головы. Это изображение может использоваться в клинике, потому что оно визуально просматривается в тех областях, например, которые не затронуты этим артефактом. Но для обучения модели оно не подходит, потому что, собственно, из-за того, что оно повреждено. Ну и какие здесь возможны такие самые очевидные решения. То есть необходимо разрабатывать и развивать какие-то универсальные протоколы и форматы сбора и хранения таких данных. И всегда полезно иметь инженера, который работает с медицинской стороной, как постоянный посредник и некое связующее звено со специалистами по искусственному интеллекту и разработчиками системы. Второй этап – это этап разметки данных. То есть первая, самая большая проблема – это то, что часто в медицине ground true, то есть истинная разметка, она вообще неизвестна, и мы в ней не уверены. Зачастую клинические эксперты высокого уровня даже на хорошо понятных задачах не соглашаются по какой-то разметке. И во время исследования диагнозы также могут меняться, что, естественно, вредит процессу разработки. Зачастую требуется подтверждение от различных модальностей. То есть, например, в случае эпилепсии требуется подтверждение. Не только мы имеем данные структурно-МРТ, но мы имеем также данные электроэнцефалографии с видеомониторингом. Мы знаем исход болезни, и эти данные зачастую недоступны. Второй проблемой является то, что в клинике аннотация имеется, но она имеет, что называется, крупную клетку. То есть, например, там какой-то пациент болен или здоров, или есть текстовое описание этих данных. Основной интерес для обучения представляют некие подробности, то есть более узкоспецифичные и редкие популяции случаев. И, собственно, такая же детальная разметка данных, которые уже имеются, она может быть очень дорогая из того же самого текста. Ну и стоит здесь также отметить, что в клинической практике цена ошибки – это диагноз одного конкретного пациента, а цена ошибки на размеченных данных она может потом тиражироваться и пойти в клиническую практику, и потом хуже работать модель уже в большом количестве случаев. Ну и, собственно, в качестве примера нашей работы с локализацией функциональных областей мы имеем так называемую слабую разметку. Это функциональный МРТ с задачами, то есть это стандартный метод сейчас кортирования предоперационного, но он не совсем точный. И есть истинная разметка, то есть это подтверждение время операции, критикальной стимуляции, но проблема здесь в том, что только в двух третях примерно случаев эта разметка доступна, и она качественно может быть выполнена, и потом может использоваться для обучения системы искусственного интеллекта. Ну и во втором случае, собственно, есть для изучения эпилепсии есть множество совершенно МРТ-изображений, то есть это ретроспективные исследования. Многие из них имеют какие-то текстовые подписи, но правильной аннотации на них нет, и ее нужно делать. То есть как минимум в самом простом случае нам нужны аннотации в виде таких прямоугольников, которые выделяют области патологии. Что здесь можно сделать в таком случае? Ну то есть первое, что необходимо понимать, это знать природу разметки, что вообще происходит с какими-то данными, и физику процесса разметки. Вот в качестве примера здесь справа показано, тоже наш пример из планирования операций. Мы можем иногда корректировать истинную разметку хирургов, зная о так называемом сдвиге тканей мозга, которое происходит во время операции из-за резекции. То есть даже когда мы получаем ground truth, то есть мы получаем истинную разметку, часто нужна здесь коррекция. И часто нужны данные разных модальностей для подтверждения этой разметки. То есть данных только МРТ недостаточно, может быть, нужно ЭЭГ, может быть, нужно КТ, ПЭТ и так далее. Важно, командам важно развивать ассистентов, помощь врачам в разметке. То есть это могут быть системы, в лучшем случае, анализа текстов, которые прямо по клинической картине могут размечать данные. Могут быть системы, так называемый, active learning, то есть система помощи, которая буквально за руку вводит врача и помогает ему размечать. Ну и всегда нужно понимать, что часть лейблов является зашумленными, и нужно какие-то вводить степени доверия в свою модель и все это учитывать. Ну и, собственно, вот пример нашей системы ассистирования разметки, которую мы сделали для патологии коры мозга. Эта система для помощи вручной разметке, она имеет высокую чувствительность, но низкую специфичность. То есть она выделяет много областей, которые врачуринг-генологу нужно просмотреть и отбросить лишние. Ну и в итоге мы хотим сделать полностью автоматическую систему разметки, которая поможет уже хорошо размечать эти данные, и рентгенологу надо будет просто за ней потом в конце проверить немного, какая разметка получилась. Но даже когда мы такую систему сделали и ускорили процесс разметки несколько раз, получаемая нами разметка может быть не всегда удобной и хорошей. То есть вот здесь тоже пример. Мы получаем разметку в виде таких вот прямоугольников, и проблема здесь в том, что между разными людьми в эксперименте МРТ-изображения не нормированы. Они разного размера, могут быть повернуты. Для стандартизации нужно это выравнивать, делать какие-то пространственные коррекции для группового анализа, и все это, естественно, данные немного порции. Здесь показаны прямоугольники разметки белым. Они захватывают слишком много здорового вещества, особенно если мы будем объединять их в трех плоскостях разметки, сагитальной, корональной и аксиальной. Поэтому нужно как-то придумывать области пересечения, может быть, вот как мы взяли это желтым, в разных плоскостях, для того, чтобы выделять более точную патологию и не показывать модели здорового участка. И далее. Какие еще существуют препятствия, да, сложности с данными? Касаемо сэмпла, то есть или выборки. Одна из самых больших проблем здесь – это маленькие выборки и это препятствия для внедрения систем глубокого обучения. Они могут быть несбалансированные, да, то есть, например, в выборках из медцентров мало здоровых людей, а в выборках из международных открытых баз данных может быть мало больных. В этих выборках мало редких случаев, да, они, собственно, чаще всего представляют интерес, но их мало популяции, поэтому мало выборки. Часто эти данные неполные, да, для части пациентов отсутствуют определенные модальности. Например, анализ крови есть почти всегда, там изображение рентгена или КТ тоже есть очень часто, а МРТ могут быть сильно реже. Вот, особенно следует подчеркнуть такую особенность, что вот здесь показано на картинке. Такой пример. Угрожающие жизни состояния, да, вот самые высокорисковые, которые здесь показаны красным, или подтипы болезни, они могут быть очень редкие, там, один на тысячу или один на миллион. И если сравнивать точность, да, там, специалиста врача и искусственный интеллект, то в среднем по всей выборке она будет та же самая. То есть то, что показано здесь, выделено квадратиком, это ошибки. В среднем они ошибаются и там, и там. Но в среднем врач намного внимательнее относится как раз к таким высокорисковым случаям, пусть они даже очень редкие, чтобы их отнести. Вот. Что усугубляет ситуацию, еще и точность моделей будет хуже, как раз в таких редких случаях, потому что в выборке их изначально было очень мало. И еще одной проблемой является то, что выбор распределения пациентов по классам является неравномерным, так как они уже пришли в клинику и в больницу с какой-то жалобой, и даже если они не попали в группу пациентов, а в группу контроля, то это некий плохой контроль, то есть это смещенный выбор. И смещенные данные идут к смещенным оценкам моделей, каких-то категорий или диагнозов, и что в конечном итоге приводит к неверной или неустойчивой диагностике. И суммарно, резюмируя, то есть собрать хороший датасет дорого и сложно. Одна лаборатория такой сделать вряд ли сможет, поэтому здесь очень важно международное участие. Но все те проблемы, которые я перечислил раньше, они в принципе решаются добавлением каких-то ресурсов, то есть это либо денежные, либо трудовые и так далее. Но есть принципиальные проблемы, то есть если мы разработали систему на основу на данных одного или нескольких центров, а внедрили в другом центре, то здесь возникает такая важная фундаментальная проблема, которая вызвана сдвигом в распределении данных. То есть производительность системы, разработанной в одном месте, внедренной в другом, обычно будет намного хуже. Этот сдвиг в распределении данных или distribution shift может быть из-за разного оборудования, из-за разных протоколов сканирования, из-за разных исследователей, из-за пациентов тоже разных. И в лоб так эта задача не решается, просто добавлением каких-то ресурсов. Для иллюстрации представим, у нас есть четыре центра сбора данных или сайта, или домены. Если мы строим одну модель по данным всех этих доменов, то она может быть неустойчива к какому-то конкретному из них или может работать низкой точностью. Если мы строим на каждый домен свою отдельную модель, у нас будет четыре модели, но каждая из них обучена на маленьком кусочке данных, она не видела остальные случаи. И это тоже плохо. И выходом здесь могут являться новые технологии, такие как технологии переноса обучения или доменной адаптации. Общей целью здесь является найти или создать некие общие представления данных для разных этих сайтов, получения данных. Это часто решается, например, с помощью так называемого состязательного машинного обучения, где целью является получить неразличимое представление признаков из разных доменов, как вот здесь показано на рисунке. Если у нас был один домен, мы в нем нашли решающее правило между классами, мы переносим это решающее правило на другой домен, где данные распределены по-другому, и этот правило не работает. Но если мы сможем подвинуть эти распределения классов в какое-то общее пространство, то можно выработать некое среднее третье правило, которое будет работать хорошо и в первом, и в втором случае. Ну и вот здесь, собственно, чуть ниже показан наш пример, как мы это делали для такой большой, открытой, известной международной базы данных, которая называется ABITE. Это МРТ и функциональный МРТ здоровых людей и пациентов с расстройством аутистического спектра. Вот здесь вот показаны четыре главных лаборатории или домена сбора данных, и их двумерная проекция этих данных на плоскость. Собственно, вот изначально, как эта проекция выглядит, видно, что эти четыре домена очень хорошо распадаются на такие четыре части. И это говорит о том, что в данных очень много информации о том домене, где эти данные были собраны. Если применить к ним техники доменной адаптации, то в итоге они получаются таким образом неразличимы, и это сильно лучше сказывается на устойчивости при тренировке моделей. Какой здесь основной вывод из всего этого? То, что в данных в медицинских существует множество проблем, и в тех случаях, когда мы можем решить эти проблемы на уровне данных, их нужно пытаться как-то решить. И если мы не можем, нужно работать, пытаться с этими данными и, может быть, использовать какие-то подходы машинного обучения, чтобы улучшить эти данные. И сейчас я бы хотел передать слово Евгению Владимировичу Бурнаеву, который подробнее расскажет о некоторых способах, что можно в таких случаях делать. Спасибо большое за внимание. Итак, коллега перечислил ряд проблем, которые возникают при сборе данных и их использовании. Как уже было сказано, часть из этих проблем, безусловно, можно решить, улучшив сбор данных, улучшив оборудование. Но на самом деле существует, после того, как мы получили наилучшие данные, которые только возможны, все равно остаются сложности, такие как шумные метки, метки разного типа, несбалансированные данные. Данные в любом случае будут всегда ограничены. Более того, они с большой вероятностью могут быть разбросаны по различным хранилищам, между которыми переброску данных в силу соображений приватности организовать нельзя. Так вот, эти вопросы, их не всегда даже можно решить за счет вложения дополнительных средств. И здесь как раз возникает значительная потребность в разработке новых методов машинного обучения для того, чтобы повысить точность и надежность соответствующих моделей, которые будут врачам ассистировать. Давайте просто приведем несколько примеров таких базовых вещей, которые могут быть использованы для того, чтобы эти проблемы решать. Во-первых, если речь идет о том, что выборки ограничены и требуются, и они зачастую получены из разных источников, и при этом требуется как-то эти выборки, так сказать, сливать для того, чтобы получать единые выборки, на которых модели машинного обучения и не можно с хорошей точностью обучать, то, конечно, при реализации такого процесса необходимо учитывать структурные особенности МРТ. МРТ представляет собой такую трехмерную фотографию с очень определенной структурой и на самом деле в силу значительных корреляций между близлежащими вокселями в МРТ, ну или в случае в МРТ есть еще и значительные зависимости по времени. Если такой тип данных представить в виде многомерных векторов, то они, конечно, группируются вокруг поверхностей в многомерном пространстве, которые называются многообразиями и могут параметризоваться малым числом параметров. То есть, грубо говоря, если представить себе какую-то поверхность в многомерном пространстве, параметризуемую малым числом параметров, и каждая МРТ или слайс МРТ это некоторая точка на ней, то на самом деле МРТ, которые снимаются при схожих условиях, они будут группироваться на такой многомерной линейной поверхности близко. Это означает, и такую особенность данных необходимо учитывать, когда строятся те или иные методы доменной адаптации. Соответственно, необходима разработка методов на основе геометрического, топологического анализа данных для того, чтобы выделять вот эту низкоразмерную структуру, и это позволит улучшить методы доменной адаптации и переноса знаний. Сегодня я кратко дальше про это немного расскажу. В том же, что касается работы, например, с какими-то шумными и мультимодальными метками и несбалансированными классами, конечно, требуется разработка специализированных методов, которые позволяют при обучении моделей вытаскивать информацию из меток различного типа, потому что метка может быть как семантическая, когда очень конкретные воксели были отмечены вручную, но получение такой метки стоит дорого. Так и метка может быть либо в виде какого-то ограничивающего прямоугольника, то есть достаточно неточная, а также она может быть просто в виде нолика или единички, то есть есть болезнь, нет. И на самом деле, для того, чтобы получать информацию и настраивать параметры соответствующих предиктивных моделей из каждого типа меток, требуется разработка специализированных методов. Про это, опять-таки, пример будет чуть дальше. Давайте поговорим о том, как можно использовать идеи моделирования многообразия для того, чтобы переносить знания при построении модели для прогнозирования различных болезней. Прежде чем переходить к этому, давайте поговорим о том, что такое генеративная модель и как ее можно использовать для моделирования каких-то сложных объектов типа изображения. Допустим, у нас есть какое-то латентное пространство неразкоразмерное, там живет какое-то простое распределение. В этом латентном пространстве мы можем сгенерировать какой-то набор случайных векторов маломерных. Оказывается, что можно специальным образом натренировать нейросетку. А нейросетка в данном случае это представляет собой последовательность линейных и нелинейных преобразований. То есть на вход нейросетки поступает какой-то низкоразмерный вектор, дальше он разворачивается в виде матрицы, после чего к нему применяется последовательность фильтров, потом как нелинейные преобразования, например, rectified linear unit, после этого еще последовательность фильтров. Вот эти фильтры настраиваются и их размеры подстраиваются так, чтобы на выходе из этой нейросетки получилась матрица, три матрицы, которые моделируют изображение и три цвета. И можно настроить фильтры вот в этой нейросетке так, чтобы в итоге при генерации на вход нейросетки случайных векторов мы получали на выходе достаточно сложный объект. Например, изображение человеческих лиц. Или даже таким же образом можно настроить вероятностные модели, которые на выходе могут порождать изображения, похожие на МРТ. При этом у нас появляется вероятностная модель такого типа сложных объектов, которая по формуле BIS, грубо говоря, будет записываться вот таким вот образом. Для того, чтобы обучать и строить такие модели, существует достаточно большое количество подходов. Один из наиболее часто используемых это вариационные автокодировщики. идея этого подхода состоит в том, что на вход нейросетки, которая сжимает изображение, подается изображение. На выходе эта нейросетка прогнозирует параметры распределения в маломерном пространстве. Если теперь из этого распределения в маломерном пространстве я спрогнозирую маломерный вектор, то если этот маломерный вектор я прогоню через декодер, то на выходе я настраиваю параметры энкодера и декодера так, чтобы на выходе получалось изображение, похожее на то изображение, которое получалось на входе. При этом в силу структуры модели у нас появляется еще и вероятность распределения в латентном пространстве. Теперь давайте рассмотрим, как это можно применить для решения задачи переноса знаний. Рассмотрим задачу сегментации. То есть на вход сегментационной модели это обычная нейросетка с очень специальной структурой, типа той, которая изображена здесь, подается скан мозга. И на выходе для каждого вокселя прогнозируется, если там допустим опухоль. При обучении такой нейросетки по данным оказывается, что фильтры, которые после обучения получаются внутри нейросетки, они имеют очень специальную структуру. То есть если представить фильтр, это матрица из чисел в виде вот такого изображения, то мы увидим, что в нем есть структура и на самом деле это означает, что если фильтр это как бы вектор большой размерности, то по факту он будет лежать на каком-то многообразии в силу зависимости между коэффициентами. Отсюда возникает очень естественная идея, что, наверное, если мы обучим нейросетку для решения какой-то задачи, классификации какой-то конкретной болезни, то фильтры у этой нейросетки будут лежать на совершенно конкретном многообразии фильтров, которые будут для этой болезни, которые будут этой болезни, этому типу изображений соответствовать. Тогда возникает следующая идея. Давайте возьмем некоторую выборку данных, обучим на ней много нейросеток и соберем фильтры, которые там возникают. Обучим по полученным фильтрам из нейросетки вот эту генеративную модель вариационного автогодировщика, о которой я говорил раньше. И когда мы будем учить на новой задачи, на новой выборке данных новую нейросетку для решения какой-то задачи прогнозирования другой болезни, то при этом мы будем предполагать, что параметры этой новой нейросетки, они достаточно близки к многообразию параметров нейросетки с предыдущей задачи. А давайте посмотрим, что может получиться, если этот подход реализовать на практике. Значит, рассматривалась выборка МРТ изображений пациентов с множеством склероза и МРТ изображений пациентов с опухолем мозга. Решалась задача бинарной семантической сегментации, то есть мы обучали нашу нейросетку на первом датасете решать первую задачу, и она в силу того, что датасет достаточно большой, точность получается достаточно хорошей. После этого бралась очень маленькая подвыборка изображений второго датасета, но нейросетка для решения второй задачи училась так, чтобы параметры ее были близки к параметрам, к многообразию фильтров, которые было построено при решении первой задачи. И вот что получилось. Оказалось, что если решать вторую задачу вот с таким вот ограничением, то в силу того, что фильтры, которые получились при решении первой задачи, это многообразие фильтров, оно было уже настроено на то, чтобы обрабатывать данные типа МРТ, то вот на этом изображении показана разметка настоящая, полученная вручную от врача. Вот это вот прогноз модели, которая была обучена всего лишь по пяти снимкам на втором датасете. А вот это вот прогноз, который получается стандартными моделями машинного обучения, если их просто обучать на маленькой подвыборке такого же размера данных со второй задачей. Таким образом, мы видим, что обусловившись на знания, таким образом представленные с первой задачи, мы можем решать вторую задачу прогнозирования опухоли мозга с гораздо более высокой точностью по выборкам очень малого размера. Другой пример – это использование такой слабой разметки при сегментации опухоли мозга. Значит, здесь речь вот о чем идет, что МРТ-сканов, у которых вручную можно сделать разметку высокоточную, обычно очень мало. И такая разметка стоит дорого. При этом достаточно много можно получить МРТ-сканов, у которых разметка представляет собой просто бинарную, то есть нолик или единичка, есть опухоль или нет опухоли. Более того, такую разметку можно даже достаточно легко автоматическим образом получить из истории болезни. Был разработан такой пайплайн обработки данных, состоящий из нескольких шагов, в результате которого нейросетка сначала обучалась на решении, была предобучена на большой выборке просто произвольных картинок, не относящихся к медицине. После этого она дообучалась на данных бинарной классификации, есть болезнь или нет. И далее, после того, как были использованы вот эти дорогие метки для семантической сегментации. Были получены результаты, когда нейросетка обучается по вот этой слабой бинарной разметке, есть болезнь, нет болезни, за счет использования достаточно специальной структуры. Ну, я сейчас, пожалуй, детали не опущу, есть ссылка на соответствующую статью. И вот какие результаты это позволяет получить. Вот это оригинальное изображение. Красным здесь подсвечена полученная вручную разметка. Это то, что нейросетка должна спрогнозировать в реальности. Вот в этом изображении ничего не размечено, потому что опухоль как таковой нет. А если мы не используем вот этот специальный режим обучения по слабой разметке, бинарной, которой очень много, но она не точная, потому что мы не знаем, где опухоль находится, то из-за того, что выборка высокоточной разметки по воксельной, она маленькая, нейросетка прогнозирует опухоль с не очень высокой точностью. Вот, например, на этом рисунке мы видим, что области сильно не совпадают. Однако, как только мы произвели дообучение с использованием специального, специализированного алгоритма, то мы видим, что вот это вот ложное обнаружение пропадает, а области прогноза и настоящего положения опухоли, они уже с очень хорошей точностью совпадают. Таким образом, мы продемонстрировали два конкретных результата, каким образом можно машинное обучение за счет специализированных методов, учитывающих структуру данных, использовать для того, чтобы решить некоторые проблемы у упомянутых коллегой ранее. Сейчас Александр Ильич Бирштейн расскажет о том, каким образом, в принципе, требуется строить процессы разработки соответствующего программного обеспечения. Итак, пусть мы разработали некий замечательный продукт, который использует все эти технологии. На основании чего мы построили перелективную модель и ее реализовали в виде программного продукта. Однако, если мы хотим это использовать в дальнейшем клинической практике, а не просто написать статью и сделать доказательную конференцию, она должна пройти определенные процедуры валидации и тестирования, в которую должно в том числе оцениваться трансверсии. Это одно из свойств, которые даже оцениваются. Для кратства я буду использовать это короткое слово трансверсия для поделения всех тех свойств, надежность, доверие к результатам и так далее, о которых подробно говорил Максим Геннадьевич. Однако продукт, который мы созданы, его можно осматривать с разной точки зрения и тестировать по разным вещам. Прежде всего, это он реализует некую технологию формирования медицинских выводов по решениям по данным. Во-вторых, это программный продукт, который должен тестировать независимо от его содержания. И, конечно, он выступает как элемент некого клинического процесса принятия решений. Ну, уже, я чуть повторю, в индустрии давно разработана эффективно используется концепция о цене уровня зрелости и готовности технологии. В России это называется уровень готовности технологии, который различает этапы создания технологии на уровне поработанной идеи, создания прототипа, практиков и так далее. Конечно, для разных стран, разных отраслей, разных предприятий эти концепции конкретизируются, описываются различными регламентирующими документами. В частности, эта концепция в настоящее время используется и в зоохранении, в медицине, по разработке лекарств, медицинских устройств, программах и других продуктов. И поэтому уточняется, что понимается по разным уровням зрелости. Например, в медицинских приложениях считают, что шестой уровень ТРЛ-6 достигнут, если успешно поведены пилотные клинические испытания. И конкретизация этой концепции предполагает наличие строго регламентируем процесса в поделении уровня готовности технологий. Один из примеров. Например, для определения уровня зрелости технологий при выполнении военных и медицинских проектов в Севернушатах регулируется специальными документами Минобороны США, в которых детально определены все требования к различным уровням готовности. В частности, сравниваются результаты общих, что понимается по ТРЛ в общем случае и для конкретных приложений. Другим примером является следующий. Департамент биотехнологии Министерства науки и технологий Индии для разработки терапевтического и диагностического оборудования для конкретных медицинских областей. Также забота на детальное описание требований и механизмов для определения различных уровней зрелости разработки. Безусловно, надежность и степень доверия конкретной системе поддержки принятия решений на основе искусственного интеллекта и машинного обучения напрямую зависит от того, на каком уровне зрелости, на каком уровне готовности находятся технологии, лежащие в основе системы и на основании каких показателей и процедур эта готовность должна быть установлена. Если мы рассмотрим теперь наш продукт просто как программный продукт, то независимо от того, хороши или плохи вырабатываемые системы рекомендаций, сам программный продукт должен работать с нужным качеством. В мире давно разработаны и формализованы различные критерии качества программных продуктов, которые регламентируются большим количеством документов разработанных международных организаций, ISO, IEEE и другие международные организации. Вот эта таблица содержит некоторые показатели, которые используются в России. В частности, в этих рекомендациях четко регламентируются процессы проверки качества, тестирования, верификации, валидации и так далее. Естественно, при использовании программных продуктов необходимо учитывать особенности области поменения. Американское агентство людей специально разработало правила клинической оценки программных продуктов, рассматриваемых как медицинские проблемы. В России буквально несколько месяцев назад были утверждены методические рекомендации по порядку проведения экспертизы медицинского программного обеспечения. Этот документ содержит как ссылки на стандартные ГОСТы, которые применяются в любом программном обеспечении, так и на специальные ГОСТы, касающиеся проведения клинических испытаний. Ну, в конечном итоге все, что мы создали, мы хотим, чтобы это было использовано в клинической практике. Вот. И пусть мы разработали некую систему, которая прошла все проверки с точки зрения уровня технологий, с точки зрения программного обеспечения и так далее. Для того, чтобы она была использована в клинической практике, она должна быть вписана на некий клинический процесс, который комментируется соответствующими документами. Забежем это называемые clinical practice guidelines, такие наслабления, которые делаются. В России, соответственно, тоже определяется стандартный документ, который это клинические рекомендации, стандарты лечения, порядок введения больных и так далее, в которых определены все этапы проведения клинических испытаний. И имеются стандарты и правила заботы уже самих клинических испытаний, в которых специальным образом выделяются процессы, которые касаются именно обеспечения транспорции тех или иных положений клинических рекомендаций. В частности, если мы говорим о реальном использовании, нам необходимо иметь, существуют специальные также рекомендации, а как разрабатывать вот эти самые транспорции клинические рекомендации. Здесь есть стандарты для разработки таких guidelines, в частности разработаны в Национальной академии медицины и бывших институтов медицины. И здесь они, в частности, они словно в таком тулсе, клиническая практика, которым можем доверять. Естественным образом, если мы хотим как-то измерять, иметь какие-то шкалы, то в мире существуют различные системы для оценки доверия и качества рекомендаций для клинической практики. Одно из которых разработано «Оксистенцентом для evidence-based medicine», и она в частности принята за основу и разрабатываем в России клинические рекомендации. Соответствующие стандарты для оценки доверия и качества включают в себя систему GREE для классификации, оценки, разработки, экспертизы и рекомендаций. Эта система для каждой рекомендации определяет уровень доказательств, используемых для ее вынесения, а также указанное на то, как относиться к рекомендации. В частности, это могут быть строго рекомендуемые рекомендации, просто рекомендуется или опционально используемые. В России в стадии разработки и внедрения тоже находится различное число рекомендирующих документов по разработке клинических рекомендаций и сами рекомендации. Например, в 2019 году в Министерство утверждены методические рекомендации по проведению оценки научной обоснованности и клинические рекомендации, которые поделяются уровень достоверности доказательств, степень уверенности в том, что найденный эффект от использования рекомендаций является истинным. Поэтому каждая рекомендация, она снабжается уровень достоверности доказательств. Соответственно, там же рекомендируется уровень убедительства рекомендаций, как и должны мы использоваться так называемого уровня. И здесь у нас это могут быть однозначные, сильные рекомендации, условные рекомендации, опциональные и так далее. И суммировавшие изложные, я Я хочу сказать, что для того, чтобы при принятии медицинских решений врач использовал конкретную систему поддержки принятия решений, он должен относиться к ее рекомендациям так же, как он должен относиться к другим рекомендациям, то есть знать уровень достоверности доказательств, лежащих по основе этой рекомендации, знать уровень убедительности рекомендаций, степень уверенности в достоверности эффекта. Другими словами, в идеальном случае, исходя той или иной системой поддержки принятия решений в клинической паре, должно быть отражено в соответствии с клинической рекомендацией, что рекомендуется здесь делать. А это, в свою очередь, означает, что должна быть методика соотнесения показателей принятых по оценке уровня готовности технологий и программных продуктов и теми шкалами уровня убедительности рекомендаций, уровня убедительности доказательств, которые используются в клинической практике. И в заключении я коснусь вопросов организации и разработки, которые, конечно, напрямую связаны с тем, насколько то, что разрабатывано, может быть используют в клинической практике. Мы творим, что сам процесс разработки позитивной модели, которая является алгоритмической основой таких систем, включает в себя, как правило, цепочкой итеративно повторяющихся шагов обработки данных. Например, в процессе диагностической модели производится предпроцессинг, очистка шумов, нормализация и так далее, выделение информативных из-за их потенциально диагностических значимых признаков, снижение размеров, применение алгоритмов машинного обучения и так далее. Вот, предположим, мы действительно создали такой продукт, где все было замечательно. Однако такой продукт нельзя регулярно использовать в практике, если он не будет сопровождаться. То есть это означает, что в процессе эксплуатации могут находиться ошибки, могут быть замечания, их необходимо сопровожать. Причем сопровождение должно выполняться независимо от того, что какие-то разработчики могут выйти из команды. А возможность сопровождения предполагает документирование процесса разработки, хранение исходных данных или ссылок на эти данные, а также хранение всех промежуточных данных, лидификации их версий, параметров, алгоритмов, хранение исходных кодов и так далее. Чтобы если мы хотим исправить ошибку, мы должны понимать, где она допущена, что мы эти вещи сделали. В частности, в Сколтехе для этих целей на платформе Кабрайн Аналитика создаются так называемые проектные кабинеты, в которых для выполнения или выполняемых проектов хранятся все использованные исходные и сгенерированные данные, разработанные алгоритмические модули и так далее. В частности, здесь написано несколько примеров таких проектных кабинетов, которые связаны с выявлением депрессии и других заболеваний по нейронизационным данным, локализацией фруктуальных зон, локализацией эпилептического очага и то, о чем рассказывал Максим Геннадьевич и мои другие коллеги. Но, естественно, разработчики не могут просто находиться в ожидании замечаний от пользы, и они, как правило, занимаются разработкой новых продуктов, ее совершения существующих. И, конечно, естественно, для этого должны быть использованы уже имеющиеся наработки. В частности, в Сколтехе на платформе Кабрайн Аналитика также разрабатываются технологические кабинеты, в которых хранятся разработанные и не привязанные к конкретным проектам алгоритмические программные модули, анализа, обработки данных. Например, предобработка и очистка данных в условиях МРТ. Это было разработано для конкретного проекта, но это может быть при новых проектах тоже. И излечение информативных признаков из ЭЭГ покоя и так далее и тому подобное. Вот некие примеры здесь написаны. Я хочу привести один пример, как вот такое хранение ранее разработанных заделов помогает очень быстро создавать новые продукты. Вот, в частности, в одном из специалистов по области анализа ЭЭГ данных были разработаны некие информативные признаки, которые были использованы в конкретном проекте, связанных с диагностической депрессией. Здесь были найдены некие диагностические значимые признаки, ну, это матрица когерентности. Другими специалистами в рамках другого проекта были разработаны некие образования, которые из строительной матрицы, в частности, матрицы конъективности, может вырабатывать различные векторные представления. Например, вектор каких-то графовых признаков, спектральных признаков, вектор настоящих стопологических вариантов и тому подобное. И дальше у нас, значит, был некий туз, который использовался для диагностики депрессии, дал некую точность. И тогда перед неким дата-сайентистом, который, в общем-то, не очень, да почти мало что знал, как из ЭЭГ выделять данные и как это самые данные, маточные данные производить вектор, была поставлена задача за счет наличия новых этих тузов, попытаться улучшить эти характеристики, улучшить этот существующий метод. Значит, когда если мы осмотрим какой-нибудь из этих новых векторных характеристик, пословленных по матрице, то сами по себе модели обученные, имеют невысокую точность, которая ниже точность, скажем, исходного продукта. Однако, если мы из этих признаков, буквально добавим два признака к крайне существующим, уже точность повышалась с 0,79 до 0,85. Когда мы рассмотрели другой векторный признак, которым также имел исходный невысокую точность, по сравнению сходной модели, но добавив оттуда еще два признака, мы получили уже 12 признаков и точность повышалась с 0,88. И нужно сказать, что при этом все это было затачено буквально очень короткое время, за счет того, что мы были использованы, ранее сделаны на работе. Ну и заключение, главный вывод, который, как мне кажется, следует с моего доклада, он следует в следующем. На всех этапах жизненного цикла от разработки, сопровождения, создавания продуктов и использования, должны быть использованы лучшие практики, данные эффективно используемые в высокотехнологических областях, естественные адаптации к предметной области, включая элементированные по сферу контроля качества, развитые инструктура, а не данных, а в этой программе. Мне кажется, что одна из проблем, связанная с тем, что изделия, созданные с помощью отсутствующих лепта, мало внедряются, именно связана с индустриальным подходом. Здесь я повторю то, что сказал Максим Геннадьевич, когда действительно небольшие группы, по небольшим данным, что-то разработали, это не сопровождается, ничего, и поэтому, соответственно, они и не используются. Ну и в заключение, здесь просто написаны те основные выводы, которые говорились, ну, наверное, нет смысла их зачитывать, они здесь просто написаны. Большое спасибо.